Всем доброго дня, это Гелиоса и География просто. Учебник под редакцией Домогатских, 7 класс, география материки и океаны. Параграф 40. Население Южной Америки. Мы помним, что про родины человека считается Африка, но Южная Америка отделилась от Африки десятки миллионов лет назад, задолго до появления человека, как считают ученые. И пока в Африке медленно расходились люди, то в Южной Америке ничего подобного не было. На протяжении долгих миллионов лет людей в Южной Америке не было. Люди появились на этом материке сравнительно недавно, всего около 20 тысяч лет назад. Откуда они приплыли? А они пришли. Откуда? По Панамскому перешейку из Северной Америки. А как они туда попали? Тоже пришли. Прошли из Евразии через Аляску в Северную Америку. Итак, многочисленные индейские племена пришли в Южную Америку с севера. К моменту открытия Америки европейцами индейцы полностью заселили материк. Причем индейские племена находились на разном уровне развития. Некоторые были практически первобытными охотниками, а некоторые создали достаточно высокоразвитые цивилизации. В Южной Америке таким индейским государством была империя инков, находившаяся в Андах в северной части материка, на территории современного государства Перу. Ее население составляло 12 миллионов человек. Инки строили города, добывали полезные ископаемые, прокладывали дороги, изучали звезды и строили грандиозные храмы. Многие другие индейские племена были подчинены инкам. Спустя несколько лет после открытия Америки Колумбом на территорию государства инков вторглись испанские солдаты под командованием Франсиско Писарро. Их называли конкистадорами, что в переводе с испанского означает «завоеватели». Слово, конечно, красивое, но были ли конкистадоры обычными захватчиками и грабителями? И им удалось обманом захватить, а потом разграбить это древнее индейское государство. Испанцы искали золото и серебро. В стране инков они нашли и золото, и серебро. А индейцев стали сгонять для работы на рудниках. Целые индейские племена обращались в рабство или уничтожались. В результате численность индейцев сильно сократилась, а для самой тяжелой работы в Южную Америку начали привозить темнокожих рабов из Африки. Так и получилось, что население Южной Америки представлены все три основные расы. Европеоиды, испанцы и португальцы, монголоиды в виде индейцев и представители экваториальной расы, потомки африканских рабов. Смещение прошлого, пришлого населения с коренными народами еще больше усложнило состав населения. В настоящее время преобладает население смешанного происхождения. Мулаты – это потомки от браков европейцев с неграми. Метисы – потомки от браков европейцев с индейцами. Самбо – это потомки от браков индейцев с неграми. Потомков европейских переселенцев называют креолами. Процесс смешения языков, обычаев, традиций, нравов привел к образованию новых народностей и наций, в жизни которых сочетаются европейская, индейская и африканская культуры. Языком общих для большинства народов материка является испанский. Только в одной стране, правда в самой большой – Бразилии, говорят на португальском языке. Значительно меньше распространены английский, французский, голландский. И испанский и португальский языки происходят от древней латыни, поэтому Южную Америку вместе с частью северной называют Латинской Америкой. Южная Америка заселена крайне неравномерно. Большая часть населения живет на побережье Атлантического океана, в долинах крупных рек, в пампе на территории бывшего государства инка Вандах. Наименее заселены части Южной Америки. Это сельва Амазонии, холодные степи Патагонии. Встретить человека там очень непросто. В Южной Америке много городов. Среди них есть и очень крупные. Например, бразильские города Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло входят в число крупнейших городов планеты. Заселение Южной Америки сопровождалось активным преобразованием ее природы. Все началось с подсечно-огневого земледелия. Для того, чтобы освободить кусок земли для полей, просто выжигался участок леса или саванны. Получившееся в результате зола становилось естественным удобрением для нового поля. На нем можно было получать хороший урожай в течение двух-трех лет. Когда поле переставало давать урожай, земледельцы переходили на новый участок. Старые поля постепенно зарастали. Коренные народы старались как можно бережнее относиться к природному богатству, которое их окружало. Например, известна индейская южная пословица южноамериканских индейцев. Жить нужно так, как будто живешь последний день, но пользоваться землей так, как будто собираешься жить вечно. Дело в том, что у североамериканских индейцев есть еще другая такая пословица. Мы получили нашу землю не в наследство от наших дедов, а мы взяли ее в аренду у наших внуков. Обе этих пословицы показывают, что индейцы относились очень бережно к земле, и они старались оставить своим детям и внукам землю неистощенную. В отличие от европейцев, особенно англосаксов, которые относились к любым природным богатствам так, будто у них еще 10 планет в запасе находятся. И, кстати, они продолжают относиться к земле и планете точно так же и сейчас, эти самые англосаксы. Правительства многих стран материка предпринимают усилия по сохранению природных богатств. С этой целью создаются национальные парки и заповедники. Особенно нуждается в защите Амазония, где уже создано 6 национальных парков и 8 заповедников. Однако охрана природы требует много сил и средств, которые есть далеко не у всех стран материка. Повторим главное. Индейцы пришли в Южную Америку с севера и заселили ее примерно 20 тысяч лет назад. Инки создали в Южной Америке достаточно большое высокоразвитое государство, которое контролировало не весь материк, но немалую его часть. Это государство было разрушено конкистадорами, испанскими завоевателями. Позднее в Южную Америку для работы на рудниках и плантациях стали привозить темнокожих рабов из Африки. Так и получилось, что в Южной Америке живут представители трех основных рас. В результате их смещения возникли новые народы, в культуре которых переплелись черты европейской, индийской и африканской культуры. Большинство населения говорит на испанском и португальском языках, которые происходят от древней латыни. Поэтому Южную Америку и прилегающую к ней часть Северной называют Латинской Америкой. Проще говоря, Латинской Америкой называют всю испаноязычную Америку. Поэтому, например, штат Калифорния, где больше половины населения говорит на испанском языке, а вовсе не на английском, тоже может относиться в некотором роде к Латинской Америке. Вопросы. Какова численность населения Южной Америки? Ну, согласно определенной переписи и подсчетам, которые провели примерно 10 лет назад, в 2011 году, численность составляет около 400 миллионов человек. То есть сейчас, через 10 лет спустя, можно сказать, что да, скорее всего, 400 миллионов в Южной Америке уже проживает. Назовите вторую по площади страну Южной Америки. Это страна Аргентина. Назовите крупнейшие города материка. Это, по сути, бразильские города. Рио-де-Жанейро, Сан-Паул. Также, в принципе, столица Аргентины, Буэнос-Айрес, тоже может относиться к крупному городу. Там тоже несколько миллионов человек. Каково происхождение населения Южной Америки? В Южной Америке переплились сразу все три основных расы земли. Это, прежде всего, индейцы, которые относятся к монголоидной расе. Потом это потомки европейцев, испанцев и португальцев. И потомки африканских рабов, то есть негров. В чем состоят особенности расового состава населения Южной Америки? Дело в том, что мало того, что там присутствуют в чистом виде, так сказать, негры, индейцы и европейцы, так там еще присутствует большое количество смешанных браков. И из-за этого там существует довольно большое количество различных понятий. То есть там и метисы, и самбо, вернее, самбо. Потом еще мулаты. А общее название переселенцев из Европы это креолы. То есть большое количество, конечно, такое, очень большое разнообразие. Фактически в Южной Америке, вот там реально происходит формирование новых рас. Какие языки преобладают в странах континента? Почему? В основном в странах континента преобладает испанский язык. На нем говорят практически во всех странах, кроме Бразилии и Суринама. Вот именно в этих двух странах. В Суринаме говорят на голландском языке, в основном в Бразилии говорят на португальском языке. Французская Гвиана это территория Франции. Поэтому там, в принципе, говорят на французском языке. Но французская Гвиана это не страна. Это территория Франции. Ну, можно сказать, что это колония Франции. Поэтому ее я как бы не совсем включаю в общий обзор. Как хозяйственная деятельность влияет на природу материка? Ну, естественно, что сильно влияет. Изменяет ее очень сильно. Больше всего изменены степи Пампа в Южной Америке. Именно там самые большие изменения. А вот сельва изменена достаточно мало. Слишком уж трудно там проводить все эти изменения. Потому что Амазонка это воистину великая река. Ведь через нее до сих пор даже мост не смогли построить. Вернее, из-за океанских вайнеров это оказалось слишком дорого. Так, как вы думаете, в какой стране Южной Америки больше всего объектов всемирного наследия? И почему? Вообще, объекты всемирного наследия это довольно-таки своеобразная такая вещь. Поэтому, на самом деле, конечно, скорее всего в самой большой стране в Бразилии. Хотя, в принципе, в Перу, где достаточно много остатков от инков, тоже может быть более чем достаточно объектов культурного наследия. С другой стороны, почему-то в европейских, в очень молодых странах, объектов культурного наследия гораздо больше. В какой-нибудь Франции объектов культурного наследия гораздо больше, чем в Китае. Хотя это очень странно. Китай намного более древний, намного более развитый. Намного более такой культурно развитый. И почему-то во Франции больше таких объектов, чем в Китае. На самом деле, ответ прост. Франция, просто и вся Европа умеют рекламировать себя намного лучше, чем все остальные страны мира вместе взятые.